Цегламенская библиотека номер 16 представляет презентацию «Поэзия осени». Самое загадочное время года – осень. Она подкрадывается тихо и незаметно. Осеннее дуновение ветра и лёгкая прохлада окутывают землю ещё с конца августа. А с первым сентябрьским днём всё становится по-настоящему таинственным. Это время года словно художник раскрашивает природу в яркие цвета. Но есть у него и другая, менее красочная сторона, когда начинается сезон дождей. Многие считают это временем грусти и размышлений. Но этим период и прекрасен, ведь он даёт нам возможность наслаждаться жизнью и в то же время погружает в самих себя. Самое философское время года – осень. Глядя на то, как мир за окном на короткий период превращается в пёстрый и яркий, а затем в беспробудно серый, поневоле задумываешься о вечном. Это то время, когда мы начинаем ценить каждый солнечный день и стараемся впитать от природы как можно больше света и красок, потому что впереди долгая и холодная зима. Практически у каждого русского поэта есть стихотворение про осень, в котором он воспевает красоту золотой листвы, романтику дождливой погоды и бодрящую силу прохлады. Стихотворение про осень кружит словами-ветрами, моросят с трофами дождями, пестрят эпитетами листьями. Один из первых в любви к осени признался Александр Сергеевич Пушкин. Унылая пора, очей и чарованья, Приятна мне твоя прощальная краса, Люблю я пышной природы увяданье, Багрец и золото одетые леса. В их сенях ветра шум и свежее дыханье, И мглой волнистую покрыты небеса, И редкий солнца луч, и первые морозы, И отдаленные седой зимы угрозы. В этих строках ощутимы характерные для Пушкина Прозрачная простота и лаконизм выражений. Строки с календарной точностью Воссоздают характерные приметы этого времени года. Солнце, небо, поля, леса. Поэт описывает мир, который ему очень дорог. Пушкин любил осень. В это время он особенно плодотворно работал. «И с каждой осенью я расцветаю вновь», Писал поэт. Вслед за Пушкиным осень воспел Фёдор Иванович Чучев. Есть в осени первоначальной Короткая, но дивная пора. Весь день стоит, как бы хрустальный и лучезарный вечера. Пустеет воздух птиц, не слышно боли. Но далеко ещё до первых зимних бурь И льётся чистая и тёплая лазурь На отдыхающее поле. Прочитав стихотворение «И есть в осени первоначальной», Трудно поверить, что его автор недолюбливал осень. Чучево это время года наливало тоску от осознания, Что жизнь – явление быстротечное. Но в данном стихотворении поэт изображает чудесный миг, Когда природа ещё только готовится попасть под глаз холодной зимы И словно замерла во всём своём великолепии. Писал про осень Иван Сергеевич Бунин Лес точно терем расписной, Лиловый, золотой, багряный, Весёлой пёструю стеной Стоит над светлою поляной. Берёзы жёлтою резьбой Блестят в лазуре голубой, Как вышки ёлочки темнеют И между клёнами синеют. То там, то здесь, в листве сквозной, Просветы в небо, что оконца. Лес пахнет дубом и сосной, За лето высох он от солнца, И осень тихою вдовой Вступает в пёстрый терем свой. Точность, изящество, образность И умение передавать настроение – именно эти черты свойственны Пейзажной лирике Ивана Бунина. В стихотворении поэт сравнивает лес С расписным теремом, Который весёлой пёструю стеной Стоит над светлою поляной. Саму осень Бунин сравнивает С тихою вдовой, Которая неслышно приходит в этот мир И вызывает у каждого встречного Смешанные чувства радости и грусти. Она всё ещё красива и импозантна, Однако несёт на своём челе Печаль увядания. Но Бунин старается насладиться Каждым мгновением Тёплого осеннего дня, Так как знает, Очень скоро природа возродится И подарит ему новые впечатления. Ещё один поэт, Которому не чужды Тихие осенние радости, Это Сергей Александрович Есенин. Отговорила роща золотая Берёзовым весёлым языком И журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть, Ведь каждый в мире странник Пройдёт, зайдёт И вновь покинет дом. О всех ушедших грезит коноплянник С широким месяцем Над голубым прудом. Встаю один Среди равнины голой, А журавлей Относит ветром вдаль. Я полон дум О юности весёлой, Но ничего В прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет Растраченных напрасно, Не жаль души Сиреневую цветь. В саду горит Костёр рябины красной, Но никого Не может он согреть. Не обгорят рябиновые кисти, От желтизны Не пропадёт трава. Как дерево роняет Тихо листья, Так я роняю Грустные слова. И если время Ветром разметая Сгребёт их все В один ненужный ком, Скажите так, Что роща золотая Отговорила Милым языком. В его стихотворениях Гораздо чаще Проскальзывают Грустные нотки, Которые Свидетельствуют О том, Что автор Среди шумной Городской толпы Чувствует себя Одиноким И непрекаянным. К числу Таких Произведений Относятся Стихотворения Отговорила Роща золотая. Это период, Когда поэт Прощается Со своей Молодостью И подводит Некоторые Жизненные Итоги. Есенин Проводит Параллель Между собой И золотой Осенней рощей, Которая Постепенно Сбрасывает Свой Роскошный Наряд, Готовясь К зимнему Сну. Осень В стихах Русских Поэтов Самая Утонченная, Нежная И в то же Время Полная Мудрости Пора. Грусть И тоска, Радость И разочарование, Одиночество И любовь Все переплетается В осеннем Полно Меланхолии И очарования Настроений. Наивные И полные Душой Трогательные Добрые слова Строки И рифмы В стихах Об осени Подчеркивают Всю красоту Русской Природы И чувственную Глубину Русской Поэзии. Принято считать, Что осень Унылая Пора С деревьев Облетает Листва С неба Льет Дождь На улице Становится Холодно Одним Словом Лето Безвозвратно Уходит А зима Приближается Неумолимо Все так Но разве Это повод Не любить Осень Ведь и в ней Особенная Прелесть Недаром же Русские Поэты От Пушкина До Пастернака Так часто Писали Именно Об осени Воспевая И красоту Золотой Листвы И романтику Дождливой Туманной Погоды И бодрящую Силу Прохладного Воздуха Пахнет Осенью А я Люблю Российскую Осень Что-то Необыкновенно Грустное Приветливое И красивое Взял бы И улетел Куда-нибудь Вместе Журавлями Антон Павлович Чехов Спасибо За внимание Презентацию Подготовила Библиотека Цегламенской Библиотеки Номер 16 Фролова Марина Анатольевна В презентации Использованы Фотографии Из личного Архива Анатольевна